друзья как долго этот range я ждал на обзор и на тест в общем восьмой год пробег 199000 стоимость 775 тысяч самое главное это по сути тракторный в 842 на компрессоре 390 к был этот автомобиль реализует автосалон 16 регион вся подробная информация в ссылке в описании к видео если захотите приобрести за 775 тысяч принципе что это прям не очень-то сильно сильно дорого что она сам то хорошо работает . что здесь сделали в общем двигатель на гарантия капремонт газовое оборудование четвертое поколение новые тормозные диски limited edition лимита представляете себе не просто к limited вот это да вот это запуска там просто толпу лошадей и так где у нас регулировка а вот нас электро регулировка для руля сейчас я все себя подстрою подогрев сиденье давайте подключим заднее на две стекла то запотевает есть люк классный сейчас я вам расскажу и правда оранжах и всю неправду наверно тоже показывает что хочет не упал показывает что багажник открыть потом надо доводчик должен сработать ну что погнали оба удобная подножки кстати классная нет сыром багажника так все вроде бы исчезло предупреждение так в общем альтернативы для land rover по факту вообще нет хоть что говорите никакой американец никакой немец и японец land rover не заменит плане ламучести да нет конечно в плане харизмы брутальности и в плане аристократизма вот просто вообще даже не пытайтесь найти замену для land rover возможно будет делать вам мозги это факт нужно принять но если его грамотно хорошо обслуживать особых проблем он не доставляет это уже доказано всеми вся есть проблемные движки такие как на дискаре 3 допустим дизель до который постоянно клин ловит в данном случае двигатель очень надежный ягуар 42 390 к был down налоговый там вот допустим на старстайного будет там 60 тысяч год на него он хорошо кушает но тут есть газ но замены как таковой для этого автомобиля просто-напросто не существовать в природе как-то так он настолько брутальный харизматичный что другие авто рядом с ним ну просто как бы внедорожники не внедорожник просто это все не считается обычный гидротрансформатор 6 диапазона здесь установлен как он трогается с места какие повадки у него рулевое управление ускорение динамика все это способствует тому что он настолько привязывает вас к себе что потом ну вот сложно будет отдавать этот автомобиль и расставаться с ним вот такая аура какая-то складывается у land rover и так здесь перетянули руль селектор коробки вот эта высокая посадка на нереально что-то дарит вам китайский хук стоит лобач очень автомобиль ухоженный выхлоп тут один выхлоп ты прям ох прям сразу чувствуешь он настолько быстро это тебе выдает и подрывает но это невероятно просто невероятно распогодилось сегодня с утра хорошенько так что сегодня притоком на оранжаке вот это выхлоп это просто с чем что-то с чем-то что-то с чем-то никакой амг никакой никакая мк рс кс к не нужно вообще невероятно и просто самое топовое исполнение на оранжаках holland in holland загуглите посмотрите там вообще невероятной красоты автомобиль а не автобиография и не сверка как многие думают о это такой выхлоп невероятная да и невероятно конечно сказать симулятор просто стоит выхлопа но это что-то с чем-то уху-ху-ху-ху руль ровно стоит сход развал хороший здесь о дарик как мы брызнали диски крутые черные стоят пробег 205000 ну неизвестно мотали не мотали об этом истории умалчивает но судя по состоянию салона он не умотанный в очень хорошем состоянии салон прекрасно все итак самый главный вопрос сколько проживет пневма но собственно говоря как вы будете за ней ухаживать столько она проживет здесь самое болезненное это компрессор эти клапана потом сами пневмо подушки пневмо баллоны вот если вы за этим будете следить в принципе она ходит долго вот именно на спорт не на дискар не на range маму именно на спорт с 4 2 отзывов плохих вообще нет ну кто-то жалуется там чуть-чуть на расход но это глупо до жаловаться когда вы приобретаете кто-то на налог но в целом все как один твердят что очень надежный пожалел что расстался с этой тачкой даже вот этого года каких-то таких плохих отзывов я по факту вообще не нашел именно на 42 вообще нет кстати здесь стоит электрообогрев лобового стекла это просто королевский внедорожника забрызгивает так сильно ослеплен водой итак вот я сейчас наверно буду восхищаться выхлопом 20 минут самый крутой выход так он и ладно еще он урчит он еще так пронзительно вот это все издает потом сильнее сильнее раскрывается здесь выхлоп какой-то степенной на холостом это один выхлоп средний оборот и другой выхлоп и на максимум это вообще такой рев стоит что просто на зверюга проснулся это как минимум и вот этим покупает range особенно спорт эти кстати рабочие подлокотники индивидуально так их надо вот отрегулировать так таким образом чтобы опустить так 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 давай не подводи меня по выстрел кому так отрегулировали но в принципе еще работают они имеют такую тенденцию ломаться стать тут еще диски широкие стоят и вылет такой обалденный это очень крепкий еще автомобиль как многие пишут автомобиль действительно выносливая в плане того что хоть ты его на бездорожье таскаешь хоть ты спокойно где-то передвигаешься он действительно выносливый затем многих беспокоит новую с карабасом проблем не будет и с движком да имейте ввиду что контрактный движок я почему-то нашел по стоимости 250 300 350 тысяч рублей даже так там обозначение такое интересное 422 ps что ли 7 изменяет как-то вот так она идет обозначение вот то могу сказать еще отделение кузова вот рама как происходит есть что-то нужно менять но специализированных сервисах это уже научились делать и я особо там проблем не доставляет владельцу слышите слышите подрыв нереальный просто нере все услышат что вы есть это однозначно раму от кузова отделяют если нужно какие-то манипуляции проделать узлами агрегатами поэтому это нужно процедуры не боятся особо с электронными системами если за всем следить не то чтобы там отгнивают какие-то датчики цепи с проводкой или еще что-то происходит просто нужно грамотно за всем следить если где-то какая-то неисправность это во время устранять все в принципе он дальше катается и катается без проблем и сами что он вот по факту скажу сразу вообще ни капельки не ликвидный и продать его действительно очень сложно это есть такое от этого не отвертеться первый момент второй момент это конечно же немного будет вас напрягать текущее обслуживание то есть замена масла в раздатке замена в коробке масла и так далее и так далее заправлять его ну постоянно нужно будет вот эти текущие проблемы я бы что ну кого-то скорее всего будут немножко но под напрягать нужно учитывать тот факт какой-то автомобиль то есть если вы согласны на такое содержание и на такие расходы тогда определенно да если он действительно понравится вы фанат вы полюбили эту тачку тогда без проблем да но взвешенное решение нужно принимать остаточная стоимость у него очень маленькая именно этих годов такие авто и большинстве случаев объявления иногда я встречаю на просто по бросовой стоимости там вообще по стоимости комплекта колеса отдают тачку хотя ну ты кузов-то покупаешь нормально он не гнилой он очень еще долго прослужит но по тех части там прям владелец расписал душераздирающую историю что он страшно ломается вообще если брать какие-то объявления на дроме на автору вы увидите то что но действительно душераздирающая история описанного владельцем и нафиг он никому не нужен просто отдает прямо не знаю пропал практически даром его отдает он то что от души отрывает а выкидывает эту тачку на ему не нужно она все вытрясла весь кошелек все нервы все мозги мышь как-то так порой наверное просто те товарищи которые их-то гаражах обслуживаются там неумелых мастеров вот большинстве случаев если вы обслуживаете в нормальном сервисе в клубном сервисе ренджак у вас проблем не будет точнее будут какие-то текущие вот на их будет не так много как-то так давай еще подрывай подрывай компрессор хорошо кстати почему-то обычно когда компрессор подрывает такой звук здесь механический компрессор стоит как-то его нет чем-то он приглушен шумоизоляция в этой тачке очень хорошая и еще один момент любой land rover он такое ощущение что делает мир лучше когда вы трогаетесь когда вы едете на этом авто он прямо под вас все стелет можно таскать и дорога услуги его постели но он действительно такой британский аристократ и вот этого уже не отнять в этой тачке едет очень классно очень классно из-за ним ухаживать любить ходить или леете он прям всю любовь тебя дает этот раньше вот единая система очень классно здесь harman карта стоит сабвуферы динамики усилителя прям концертное звучание не дать не взять вот как он едет а вот эти ускорения это ни с чем не сравнимо это прям удовольствие у вас и здесь как бы подлокотник и нижний и верхний и вот здесь и отдельно общем четыре подлокотника вас окружают по факту получается можно еще кстати кстати настроить выхлоп еще круче чем вот этот потому что на выходная система все это позволяет прямо коллектора напрямую можно вывести и будет звучание невероятное тут ставить даже перепускные клапана а на то что звучание будет намного агрессивнее то есть в некоторых режимах допустим с пульта там такая тема есть тоже зеленая подсветка не раздражает в принципе особо вот здесь мигает датчик парковки сейчас остановимся и всем подробно расскажу и покажу что внутри снаружи с этой тачки нет ну выглядит он конечно на три миллиона рублей прям вот однозначно очень красивый черном цвете на черный диск а при вообще топчик пусть он там басит это словами не описать нужно просто приехать и покататься на этой тачке тогда вы поймете то есть видео видеоряд и аудио дорожка это навряд ли передаст прям на стопроцентно сказать и мои слова это тоже не передадут ощущение восприятие этого автомобиля как будто не было четырехспицевый штурвал просто по-другому не назвать это не рулит а штурвал настоящий а еще я был удивлен когда не нашел практически ну не то что не нашел а не встречал отзывных компаний у лэндровер вот gm toyota honda mitsubishi они mercedes audi bmw отзывные компании имеются по всему миру а у лэндровера тип все надежно тип все круто как то так если они есть отзывные компании напишите в комментариях как за бразилой прикольно в общем приехали мы место давайте вам покажу хотя дождик дождик но камера не боится простудиться таким мартовским утречком опа-опа как мягко вся пневмо очень крутая вещь и так карабасу претензий нет спортивный режим плюс передача выше минус передача ниже есть такое дело здесь у нас установлен сидит шейнджер на 6 дисков вот эта регулировка непосредственно для все регулируется прекрасно управление для его смотрите все под рукой все рядом находится управление для настройки звука mfm сидел центральный замок здесь у нас климат-контроль и подогрев сиденья все в рабочем состоянии здесь пепельница такая прикуритель до подстаканника все закрывается система terrain response и здесь режимы различные трава гравий снег грязь корея песок камни малоход и при этом это не просто какая-то игрушка это настоящий боевой внедорожный арсенал который работает прямо на сто процентов управление для пневмой и можно заблокировать дорожный режим и так далее помощь при спуске имеется здесь бурдачок точнее вещевой бокс находится здесь у нас отдельный бурдачок и соответственно при том они не закрываются на ключ обит и бархатом аудио стима harman картон logic 7 так здесь dvd-шку у нас имеется тачскрин экрана он такой устаревший как тетрис конечно но более-менее все работает ну так давайте-ка выведем вот четыре на четыре информации имеется у нас информация по полному приводу компас различные настройки про entertainment то есть это задняя у нас так что включается и включается на правиль так сзади как раз таки посмотрим до имеются также наушники тиви и соответственно dvd включил мы посмотрим работает она или нет и так же тиви у нас имеется здесь нужно скорее всего настраивать кстати в range амами там еще есть такой пульт видимо для камер тоже интересная штука подсветка здесь все в рабочем состоянии по электрике ничего не глючит подъемник все работает даже имеется складывание складывание для зеркал что у нас дальше по факту давайте включаем свет наверно цвет дальность аварийная сигнализация и дальше будем рассматривать столь прекрасный авто написано трогер здесь вставки под дерево станок алюминиевые спортивные накладки на педалях стоят на посередине шовер соответственно электропривод для кресел вот такие кресла кремовая кожа поясничный подпор здесь газ установлен электропривод для рулевой колонки цветный пластик очень обогащает этот салон к по крепкая он вообще не пьет смотрите какую вылет на дисках поэтому все так забрызгивает и так мишлен стоят диски наикрутейшие я такой подозреваю что очень дорогие двадцатый хотел сказать 19 диски 255 на 50 под пневмом все датчики нужно прикрывать закрывать чтобы они не деформировались два два вы посмотрите да ладно работает неужели неужели работает мультимедийная до система работает то есть можно 9 или тиви смотреть но ребенок я думаю будет рад здесь кожи тоже неплохом состоянии сохранилась так кто-то гематоген потребляет ну что полезная штука полезная подогрев сидений две ступеньки тоже имеется здесь у нас вход а вишный аукс и розетка в принципе сзади можно поразвлекать себя электролюк также в рабочем состоянии шторка имеется вот очень благородный интерьер land rover не дать не взять высокая посадка но на удивление место для второй ряд здесь не так уж и много то есть страдает сиденье на такой просторный как хотелось бы допустим не скорее если у вас еще и третий ряд вообще будет прям шикарно здесь динамики аудиосистемы подсветку боковые подушку безопасности обзорность назад просто шикарная считаю данном автомобиле ну смотрите место в ногах в принципе если отодвину еще вперед достаточно на головой в плечах и в ногах у меня достаточно место здесь управление для непосредственно вход под наушники прибавить и убавить звук различные станции режимы переключения дисплеи работают здесь девушка я включила здесь 9 можно вот оттуда загружаем 9 и он должен демонстрировать нам все вот эти штуки очень уютная файл это нереально угодно и так здесь у нас имеется тоже такая подсветка потолок чистый аккуратный тоже не придраться оба удобные подножки выходить заходить достаточно удобно ох какой выхлопа надписи рейшовер супер черт оба так можно полностью открыть крышку багажника домкрат инструменты весь инвентарь здесь и вот здесь скорее всего должен быть у нас корп закрыт аккуратного до закрыт для газа баллон здесь газ в общем стоит здесь вот кстати нет вот здесь 9 загружаете вот отсюда чтобы просматривать они оттуда там сиди ченджер на салоне сиди ченджер на 6 дисков так давай скрывайся что-то не хочу скрываться и будьте очень бдительны и аккуратны когда будете мыть данный автомобиль имеется розетка потому что здесь очень много электронных блоков которые полин сами самодиагностируются что-то с ними происходит когда он на стоянке стоит вот и можно отдельно открыть вот так вот эта самодиагностика приводит порой к печальным последствиям поэтому за этим приходится прям следить глаз да глаз нужен и еще в руководстве по эксплуатации по рекомендациям еще это очень безопасно ставим ног под подушек безопасности руководстве по эксплуатации по рекомендациям указано что как бы два-три дня если он стоял желательно выгуливать этого породистого питомца каким образом нужно проехать на нем хотя бы 50 километров вот 50 километров проехали там все сама закалибровалась сама за диагностировалась и дальше он поедет ксенон линза стоят там его телефон имеется в общем после вот такой самодиагностики он себя будет лучше чувствовать если вы где-то закинули автомобиль допустим в аэропорту и уезжаете там на недельку на две отдохнуть желательно вообще клемму отсоединить ну либо же отдать персоналу ключи и чтобы они соответственно хотя бы раз в три дня запускали автомобиль чтобы он тарахтел или лучше прокатились бы на нем вот такие дела ну вот он в 8 ох как он работает а вообще беспроблемный как я уже говорил такой тракторный движок с ним вообще ничего не произойдет даже в условиях крайнего севера его все ищут 4 и 2 этот 28 он очень беспроблемно меняйте масло и все потом насколько я помню здесь цепь грм 32-х лапанных движок потом в принципе особо не протекает здесь с буром тоже проблем нет с навесным с рейкой никто не появится там допустим лямба кислородники тоже не они живучие и вы достал система охлаждения очень грамотная реализована здесь ну ломаться особо вот прям сломаться особо ничего сейчас он еще и на газу тарахтит в принципе работает там проблем особо у него нет не знает чтобы его как-то нагнуть этот силовой агрегат ну прям нужно вообще страшно постараться чтобы он как-то перегрелся или здесь что-то накрылась это вот прям нужно из кожи вон вылезти чтобы такой силовой агрегат подушатать как-то так и практически его не слышно вообще в данном случае как не знаю он тише соляриса тише пола работает нового какие массивные мощные двери вы почувствуете что такое настоящее британское качество с этой тачкой прям однозначно однозначно да и это круто это очень круто на этом открыт багажник там скорее всего либо концевик либо же какой-то из датчиков думает что это конца закрыл вот он пишет открыт багажник на самом деле он закрытый ух ты но это прям что-то взряда вон выходящие невероятное мне лично такие автомобили очень нравится и хорошо что они кстати такие доступны что многих мечта сбывается осуществлять свои мечты